Все ломалось. Нет, четвертая рельса не такая, она более нежная, более приятная, более мягкая. Четвертая рельса, это не как рельс 3.1, когда мы сделали остается поплайн, когда полностью такую огромную фишу просто взяли, поставили, и наша рельса от тяжести перевернула, создалась совсем другой. Нет, да, у меня тут крутых фишек, все функции такие довольно маленькие. Я бы даже сказал, что они выпустили четвертую рельсу, потому что им что-то уже надоело, и они не захотели сломать свои стилы. А самое смешное, что один из данных, сломанных совместимостей, связанный с Хомяковым, но в этом будет так. Собственно, что у нас появилось в рельсе четвертой? Во-первых, очень много выпили. Как будто в третьей рельсе много чего добавили, они переписали идущую API, и поэтому у нас стало вот старого кода со второй, со наследия второй рельсы. И вот поэтому наследие очень сильно прошлись. Да, сразу говорю, вы, наверное, слышали, что в рельсе четвертой будет очередь, ну, универсальный API для дополнения его к очереди, и симфонная отправка с почтой. Так вот, ее не будет, ее не смогли допилить. После статьи они вдруг поняли, что на самом деле ничего не получается, и выпили. Поэтому все как да, как встали в долгие времена, используем талет-отжоп и подобные штуки, ничего такого не будет. Ну, направки почты с легкою я самому собой тоже не буду. Наконец-то 1.8 запрещен. Его нельзя в рельсе четвертой нельзя запустить на 1.8, только с 1.9.3, и поэтому из стандартных сорцов выпили мы старые хэши. Это ужасное оскорбление глазам, это нельзя считать, и очень хорошо, что это убрали. Ну, и с генераторов все, то есть. Теперь все будет чисто, все будет красиво, все будет приятно. Ну, это тоже давно уже говорили, что вендор плагинс, ну, они будут выпиливать, это уже давно все предупреждали, у вас если есть 3.2, то вам вы видели варнинге. Поэтому мы наконец-то убрали этот старый адапизм такой второй, первой рельс. Вот, и если у вас есть плагины вдруг, то, ну, собственно, переносите в гемы, переносите в папочку лик, в зависимости от ситуации. Все это довольно просто, давно уже предназначено делать. А дайте темапы, как вы помните, в 3.1 или в 3.2 добавили дайте темапы? 3.1. 3.1. То есть, когда у вас одинаковые модели, обозначающие одинаковые строки, они гарантированно имеют один и тот же ID-модель. Ее попытались забереть, ее попытались сделать, но, к сожалению, она не сработала, и я еще не смогу сделать. Остались баги, остались непредсказуемые проведения, поэтому мы ее выпиливали. Ну, и самое главное, что выпиливали. FindBuy. Вы помните этот прекрасный, это, можно сказать, символ рези. FindBuy. Gmail. FindRateBy. Он не ID, а что он там ловит. By email. Ну, и да, либо email. То есть, это вот такая классическая вещь, но ее выпили. Как вы знаете, почему? Потому что в 3.1 добавили нормальный where. При этом, ну, собственно, если вы не знаете, как find.forcreate, то вы просто до конца записываете после where. fire.for.nz. Собственно, в рельсе к 4.1 добавили такой маленький ханкер. Это FindBuy. Это, собственно, where. Туда будет аргумент и делается first. Это даже местами красивее и приятнее, чем было с findBuy. Как минимум множественные штуки писать лучше. Ну, вы же понимаете, что findBuy – это была жуткая магия. То есть, сначала, при первом методе миссинге, он добавлял это в итоге в объект, ну, динамический метод создавал. Это была такая магия, которая, ну, она никому не была нужна. Теперь магии нету, потому что все эти методы, они зафиксированы в модели. Ну, если вам это очень нужно, то, ну, как-то, побояйтесь, как сразу все вдруг, вахту все убрать. Поэтому по умолчанию генератор будет создавать гем-файл с гемом, который вот имеет эти... А с рельси 4.1 генератор не будет создавать вам такой гем-файл, вам нужно будет скручную и добавить, если вы вдруг не хотите это убирать. С пятой рельси ее вывести на точку. Ну, кишки не хватило сразу выкидить. Вот было круто. Взяли и пришли. Актив ресурс – это плановку. Главное, кишка второй рельси. Актив ресурс – это штука. Ты не пользовался арктив ресурсом? Ну, хорошо, что ее выкидили. Гам-файл была нужна. Ну, в структе, если вам надо, у них такая тема, что, как бы, вот мы все меняем, но на самом деле ничего страшного нет, мы боимся все это убирать, поэтому они все выносят в гем. Если вдруг вам очень страшно, вас это выносит гем. Ну, очень правильно. Ну, да, абсолютно. Ну, а где же разговоры, где же ненависть, слезы и страх? А сессин что? Собственно, это именно Актив Фред. Как вы знаете, сессии в куке ограничены четырьмя килобайтами, и вообще это плохо там хранить. Потому что эти четыре килобайта, там, три и девяти, будут присылаться при каждом ШТП запросе. Поэтому клево сохранить там только античник, а сессию хранить где-нибудь. Раньше был возможность хранить в базе данных. Но это вообще не вариант, потому что, как вы понимаете, на каждом ШТП запросе происходило отдельный запрос в базе. Это вообще было немного штампировано, но это просто не смешно. Поэтому они это выберут, потому что это нельзя использовать. Это опасно и плохо. Ну, как обычно. Если что, вот, пожалуйста. Типа нам справиться с вами делать. Ну, и вот это самое главное. Как вы знаете, после создания рестра, вам нужно было удалять кучу ассетов. Нужно было сначала в паблике удалить индекс, потом в ассетах удалить. А самое главное, что... Вот мы открывали инструкцию, писали, увидели, что там что-то правило в роботах, что и туда. Оно не работало, потому что там логический файл лежал. Для новичков это было плохо. Поэтому теперь там особый контроллер сразу в рельсе внутри. И по умолшанию генерирует этот робот, который при повдавителе нет. А ТЭР-продект, собственно, как вы знаете, так и мне Хомякова многое изменило в нашем мире. И ТЭР-продект это было временной мерой, которые, ну, как бы сказали, не, ну, это же не атака, собственно, у вас будет ТЭР-продект. Но он никогда не был, потому что им не запользоваться. Это такая штука, которая... В ней совершить ошибку проще, чем ее исправить. В какой API он совершенно неправильный. В хорошем API, наоборот, совершить ошибку должно быть сложнее. Поэтому ТЭР-продект, с сожалению, никогда не работал. Его выпиливают из рельсы 4. Ну, так обычно. Вот здесь и что есть. Кэширование. Кэширование тоже, на самом деле, никогда не работало хорошо. Нужно самому следить за кэшем. Это куча магии. И, ну, три системы кэширования, которые ни одна из них не работают, это не нормальный API. Это отсутствие такого API. Поэтому в рельсы 4 есть два самых главных идеи. Это полностью переработано кэширование и полностью переработанная защита параметров. Поэтому первое, что они выпилили, кроме API-протектов, они выпилили старые кэши. Они сильно прокачали кэш-вью, и поэтому кэш-экшен, кэш-пэйш нам не нужен. Ну, и тем более, как вы помните, в третьей рельсе у нас wire влияется ленивым. Поэтому ничего страшного вызывать его в контроле. Вам не нужно кэшировать action. Ну, и поскольку вам не нужно больше кэш-экшен и кэш-пэйш, то вам не нужно делать как в сервере, чтобы следить и очищать кэши. Поэтому сервер тоже выпилили. Ну, как обычно, вам это можно все вернуть. И некоторые считают, что то, что они выпили бэш-кэш, это, типа, означает, что пэш-кэш это абсолютно злой был для использования. Нет, я обожаю пэш-кэш, потому что это реальный реактивный страниц. То есть у вас все даже не доходит на рейс, и все просто надоется. Но вам нужно понимать, что вы делаете. И это только для обычного управления. Понятно, что по умолчанию систему кэши использования нельзя. Ну, и самая главная фишка, как можно сказать, главный дел. 24-й, before-pinter, перевинован before. Ну, само собой, есть старые ряды, ничего страшного, но главная идея, что вы понимаете, что это не фильтр. Типа, вы не можете отфильтровать параметры, ничего не можете изменить. Вот просто эта штука вызывается. Поэтому это никогда не было фильтром, и поэтому, само собой, было логично, что это переименование наконец-то. Ну, тест юлик, который никому не нужен заменированный мини-тест, потому что это уже хотя бы чуть-чуть их приближает к великолепию и мощи эроспека. Ну, и поскольку это заменированный мини-тест, и еще больше приблизить к эроспеку, мы применяем ее на эроспеке. Ну, это как-то не века, и на что же это говорить. Ну, и второе, самое главное достижение рейсы. Четвертое — это вы заменили штепп-глагол пут на штепп-глагол патч. Одного статьи я никогда не слышал, что есть такой глагол, хотя я читал все время, что это штепп-глагол, но это такая версия, которая никому не нужна. Но на самом деле там была цитата большая, которая действительно говорит, что это реально очень нужно сделать. Пут — это как бы у нас есть система экстренности, и вот путь добавляет еще одну версию в вашу систему экстренности. Когда пользователь запросит потом первого юзера, она дает просто последнюю версию. А патч именно заменяет прошлую версию. Ну, вообще, если вы прямо в стиля замучиваетесь этим, то если у вас есть система экстренности, вам нужно обязательно вернуть путь. Потому что по спецификации Штепп — это нужно глагол. Но это такая версия, конечно, очень веселая. Но, само собой, вот эта замена ничего не меняет, потому что есть старые алиации на путь, и ничего страшного не произойдет. То есть такая незаметность. Ну, это то, что выпили, то, что сожгли. Теперь какие штуки у нас появились? Потому что, само собой, мы потеряли много наших челны, полной крови и на вынужден взамен. Ну, окончательно решили проблему Халькова. Ну, если кто-то совсем не помнит, как это происходит, то, как обычно, из знаменитого примера создания блога, и мы передаем параметры. Ну, и, как понимаете, можно не только поставить те параметры, которые у вас в форме, но можно добавить свои. Можно менять бля, которые не будут предназначены для этого. Как ее решили? Атеропротект это само собой не решение, потому что вам нужно заранее защитить. Так и работает система. Нужно, чтобы она вас защищала заранее. Чтоб она вас защищала, не вы его любите. А теперь парамс, ну, когда вы забираете под ключ, возвращает не хэш. Он возвращает особый волшебный хэш. Вы же понимаете, это рубит, здесь магия и все дела. И этот особый волшебный хэш, он, на самом деле, наследоваться от хэша, но хэшем не является. Когда вы передаете его в метод ActiveRecord, он не считается. Если вы передаете его в метод ActiveRecord, он не сработает. Потому что все поля, которые там помечены, не помечены как настоящие. Смотрите, если вы, как в старости, обычно руками пишете параметры, то вы создаете обычный человеческий хэш. Он передается в модели и все работает. А если вы пишете парамс, то он передает волшебный хэш. Конечно, все не работает. Чтобы оно заработало, вам нужно явно указать, какие поля разрешены, какие поля требователи. Это, кстати, очень круто, потому что если вы делаете его хорошие аппи, то вы должны заранее проверять, что им нужны поля, которые потом не приведут в пятисотки. А там идут неправильные запросы. Теперь эта проблема решена, потому что там, где вы разрешаете поля, вы можете и так же сказать, что это не просто разрешено, это обязательно. А в документациях рекомендуется сделать специальный приватный метод, который будет делать всю эту фильтрацию. Потому что чаще всего эти параметры нужны в нескольких местах. Тем более не нужно наговорзать код. Код должен быть легко читаемый и придавать смысл. Здесь понятно, что, собственно, обязательный логин, не обязательный, но разрешенный имя. Ну и можно писать через запятую. Красивый, простой. Собственно, такая штука полностью решает проблему, потому что она и работает по принципу белого списка, а не по принципу черного списка. И что самое главное, в отличие от прошлого метода TerraProtected, она контекстно зависима. То есть в одном контроле вы можете разрешить одни модели, а одни поля, а в контролере админке – другие поля. Поэтому раньше нужно было давать хак. И самое главное, что фильтр полей – это не вопрос модели. Потому что модель работает с вашим кодом, она изначально работает с гарантируемым кодом. Это изначально то, что должно быть в контролере. Вы пишете контролер, и вы тут же видите, какие порядок причины. Поэтому эта штука гораздо лучше, и очень хорошо, что это для меня. Это одно из главных достижений 2.4. Второй хороший плюсик. Ну, пока его не очень умеет использовать и будет использовать, но это такая штука, которая вот сейчас уже нужна. Как вы знаете, все мы любим писать rich-приложения, которые как бы допускаются в браузер, а в самом деле приложения, которые такие быстро и быстро обмениваются данными серверами, и все это происходит незаметно и мгновенно. Ну, и пусть такие мобильные приложения в браузере, и остается проблема, как их обновлять. То есть требуется веб-сокий, как вариант. Веб-сокий требуется отдельного сервера, и для просто пуш-обновления сервера он мне очень подходит. И вообще как бы есть давно такие теории о том, что вот клиента запросил ответ-ориентированная концепция веба, она устарела. Она старая теория, с этим собой. Я не претендую, что это правда, но такая мысль есть, что мы должны перейти вот в нормальном общении. Если вы знаете, в протоколе спиде, который заменит наш ITP в версии 2, предполагается, что у нас постоянно держатся сотни, которые постоянно перейдутся сообщения. Поэтому как бы все уже давно отходят от системы запрос-ответ, и все фреймворки стараются реализовать такую штуку, чтобы можно было не то, что экшен сработал и все закончилось, но то, что можно было экшен еще что-то зарабатывать, что-то дописывать. И поэтому в Сенатре уже есть. Потому что в блоке, что нужно опять возвращаться, например, против рельсы и забрасывать рельсы, потому что там в Сенатре что-то есть? Нет. Потому что теперь эта штука есть и в рельсах. Собственно, как сделать такую штуку, чтобы ваш экшен работал, а потом теперь 30 минут принял все время, пока пользователь висит, и передавал и дописывал какие-то данные. Все очень просто. Вы добавляете примесь. Ну вот здесь, кстати, content type устанавливается в текст Эванс 3 — это именно поддержка HTML 5 сервера Evans. Это именно особый API, который позволяет браузеру после того, как он запросить страницу или отключать страницу, а еще сидеть и слушать ее. Если что-то потом приходит, он что-то придет в JavaScript через особый метод, через постмассовский изменение. То есть это такой веб-сокет для бедных. Веб-сокет, который можно реализовать без проблем, без магии, без отдельного сервера, без сокета, без проблем остатков. Как вы понимаете, тут все работает на базе существующих технологий. И если вам нужно чат писать, то вам не нужно, на самом деле, веб-сокет, вам хватит и вот этого. Ну а теперь вы можете все это делать в альсе. Собственно, вы пишете, а только нужно не забывать, так и забывать в ручную стрим. Но, как вы понимаете, это приводит к очень интересному нюансам. Так и вот к тому, что нам желательный поток безопасности. Я на самом деле хотел всю презентацию сделать на русском языке, но поток безопасности слишком большой, я не понимаю. Вот. То есть теперь рейса потока безопасна. Можно сказать, что круто вообще, все. Нет, это не круто, потому что это на самом деле ничего не меняет, потому что безопасна только сама рейса. У нас есть просто адовое количество плагинов, которые не потокобезопасны и не пускают все потокобезопасно, потому что это очень сложная разработка. Поэтому потокобезопасность остается только на хаки различные и подобные штуки, вряд ли она будет прямо для всех всегда. Ну, не говорите это джава разработчикам, они будут нас тылять, шпилять и говорить, что у них она была всегда потокобезопасна. У них никогда не было потокобезопасно. Ну или так. По крайней мере, они говорят, что у них всегда потокобезопасно. Вторая вещь. Как вы знаете, теперь не модно на сквере. Теперь модно критиковат на сквере. Новая модность не была, типа на сквере – это фигня для пацанов, но серьезные пацаны используют подгресс. Подгресс находится на волне этого, и вставляют какие-то фишки из новых сквер в подгресс. Поэтому даже такие слова говорят, что подгресс – это новый-новый сквер. Конечно, все это в кавычках не отменяет то, что вам нужно создавать чертовую миграцию, вам нужно с этим работать, вам нужно смотать к скверу, и это на самом деле ад, если у вас проект, у которого база помещается в память. Если у вас база помещается в память, и будет помещаться в течение ближайших двух лет, мы не будем сметить прекрасной надеждой, что я сейчас сделаю стартап, и буду пользоваться весь мир, и у меня база помещается в память. На самом деле, у каждого база поместится во всю память. И поэтому, если у вас проект небольшой, покупайте новые скверы и не мучайтесь с подгрессом. Это лично мое мнение, большинство не зависит. Вот, и если вам нужны какие-то клевые штуки, если у вас еще проект на подгрессе, и вообще, потому что подгресс на самом деле бедняжка, и во многих местах он довольно быстрый, они сделали очень важную штуку в новом подгрессе, которая добавляет свойства, то есть свойства заключения. с произвольных различных свойств и значений, в этом индекс сохраняется, сохраняется вся магия, но у вас как бы документ в подгрессе вообще нет. Собственно, вам нужно что сделать? В миграциях включить это расширение, а в миграциях добавить колонку, которая имеет волшебный тип htor, и прописать специальный метод, который скажет вашей модельке, что вот свойства properties, это не просто свойства, оно волшебное, оно хранит значение произвольное, и перечислить, ну вот это название свойства, название колонки, а вот это поля, которые он может хранить, ну так же как в MongoID, вы вручную укажете их жестко. И вы тогда можете записывать, и можно не жестко указывать, через hash properties. И в итоге вы можете искать, пока не готов к красивой синдексис, вам нужно все это сделать через строку vr, но тем не менее, появляются волшебные методы witz-хейт и так далее, которые являются отсылкой к волшебному контейнеру properties. И вот такой эскереж запрос. Индексы работают, все что было, вот такой синдексис-синдексис, любая манера, которую вы хотели раньше. Array, тоже было клево сделать, и они тоже это сделали, то же самое синдексисис-синдексис, все меняшки. Ну, вы добавляете его в миграцию, и всё, и он сразу работает, всё поддерживается. Как сервализация, как мы раньше делали через сервизацию, то он так же теперь работает в настоящем подбросе, но с более хорошим миксом. Ну и как же без крутых полей, JSON можно хранить, по-моему, есть, но как-то нет хорошего ни API, ничего. — Там надо подключать другой сейчас, и через него идут. — Ой, очень интересно, ну да, всё окей. Хранение имеет адресовку, кстати, довольно полезная вещь, и она как бы вам будет подрешать объекты выбора. CID — это API C6. — Mac, UID, Engine. — Вот, собственно, теперь скеширование. Как её полностью решить? Они не полностью решили проблемы, это, во-первых, матрёшки, то есть, когда у вас, это, кстати, прямо в ChangeLog'е, она называется «проблема русских куколок». Собственно, ну, когда вы вставляете в одну, в одну, в один шаблон вставляете в другой. И если у вас другой, ну вот, то есть, второй шаблон зависит от модельки. Это зависит от модели. Собственно, когда что-то обновляет модельку, у неё меняется updatedAd. А updatedAd приводит к тому, что меняется CacheCache. Из-за CacheCache вот этот Cache инвалидируется в первую очередь. Если у нас меняется артикл, и нормально, все комментарии перегенерируются. А вот здесь это работает хуже, потому что у нас здесь коммент, ну, как бы верхний Cache не знает о том, что у нас внутри есть Cache. Теперь эта проблема решена, у них есть зависимость. Вам, наверное, всё это само вычисляет. И что самое приятное, если у вас меняется сам шаблон, у вас свёта автоматически вылетевают Cache, потому что Cache теперь содержит на 5 хэш самого файла шаблона. И всех зависимых внутри него. Ну, собственно, чтобы вот эта вся магия работала, вам нужно добавить, если только вы не знали, в тенте, например, я недавно назвал. А Атлибут тач. То есть, когда у нас производится изменение модельки коммента, оно приводит к тому, что у нас меняется updatedAd в статье, в которой вы привезли. И это приводит к инвалидации CacheCache. Следующая главная вещь, ну, вы знаете, процесс популярен не любит. У вас тут бак на продакшене, не деплайте, но придётся пойти попить кофе, отжраться, смотреть. В кино можно сходить. Да, в кино можно сходить, пока всё это комфинируется, особенно если у вас спрайты, это вообще. Теперь проблему починили. Они починили её очень существенно. Это синтетический тест для этого чувака, который идёт в интернете, провёл. Я потому что записал сразу четвёртую версию, поэтому я не могу сравнить. Вот он говорит о том, что оно упало примерно 10 раз. Ну, это на самом деле так и есть, потому что они очень многие штуки оптимизировали. Как минимум они оптимизировали, как бы, ассорт популярен смотрит, что уже откомпилировано и что не менялось. И эти штуки не будут прикомпилированы. Ну, и придут сами не записывать версию без хэша, потому что она изначально не была нужна, она очень опасна. Ну, это, на самом деле, минимально меняет. На самом деле, вот это сокращение немножечко нечестно, потому что из-за того, что они не просто увеличили скорость, они поменяли архитектуру справиться ради этого. Они почему-то решили, ну вот, весьма логично, что нужно справиться вниз в один угел. Собственно, если вам не нужен скорость, вы просто выбираете и все работает. Ну, вот, как вы видите, все эти изменения, это либо новые ключи, либо какие-то вырезания, уже давно кода, который помечен как деприкатит, либо, если это просто вырезали резко, то у вас есть гемы. Собственно, все остальные API ничего не меняется, очень легко перейти на новые рельсы. Там, вот у меня была проблема только с RailsRaming, который, он немножко пытался, что на самом деле не было адрес протектора. Ну, собственно, это может быть подключитель багет, либо там буквально очень простой патч к RailsAdmin, который уже висит в ветхе. Поэтому перейти очень просто. Если бы не спориться, они замытили очень хитрые штуки с этим выносом. Как вы понимаете, значит, что вот конфиди, больше они так просто не работают, там происходит на гуру видеомагия, и эта магия сломала полностью все. Ассеты не работают, звонила С4, прямо сейчас. Вот прямо в мастере у вас работают какие-то абстрактные откомпигированные штучки. То есть у вас не работает компас, у вас не работает капистрал, у вас ничего не за что не работает, потому что они очень много что поменяют. А компас вообще их сейчас нельзя интегрировать с текущим Sprockets Rails, потому что Sprockets Rails не предполагает нужных полезен. Плюс, к огромному сожалению, из-за изменения скартикту из Sprockets Rails, с гемами могут добавить что-то в Assets Precompile. Например, когда вы подключаете Rails jQuery, она добавляет в Assets Precompile свой jQuery файл. Так вот, она теперь не работает, потому что Sprockets запускает компиляцию из и как-то хитро, что она запускает до срабатывания всех слайзеров. Сначала срабатывали при компиляции, а потом уже не повторяется. И, что самое главное, не работать, держать экзипом. И пока патча нет, я собираюсь прийти, если я сильно напьюсь, и написать патч. Я сделал просто хак, на самом деле это очень сложно, если вам нужно резать четвертое прямо сейчас, напишите мне вашей хак, который пишет экзип. И, ну, то есть, как бы, вот, ну, это в спорте трейлсов, и они знают об этом, но как-то они все забыли об этом. И как-то особо никто этим не занимается, потому что, в чем проблема? Когда у вас код находится в результате Rails, вся какая-то его исправить. Потому что вас тут же коммит в рельсах. И это тут же новая строчка к вам резюме, это слава, удача, сияние софитов, венок. А если код какой-то вылеченый, гем, который постоянно связан, например, банки, которые используются гораздо чаще, чем рельсы, то это уже коммит не в рельсах, это коммит какой-то непонятный гем. И это не значит, что мы такой плевый специалисты в рельсах. Поэтому никто не хочет коммитить банки, никто не хочет коммитить спорте с рельс, и так далее. И, например, в Исиус, в рельсах, там же постоянно движущая какая-то веселая, когда появляется какой-то баг, смешные картинки, готики, всякие мемы, там есть специальные фильмы, которые появились чисто в Исиус. Зато можно погонить, как на форчат. А в Спроке, вместо того, знаете, что это просто ад. То есть я там написал, и ребят его за мусором сломался, кто-то в этом знает, и такие, чёрт, вообще ничего не понимая, а чёрт-то. И всё, я больше никто не ответил. То есть ни плюс один, ни котика. Почему никто не запросил котика? Потому что самое влево в создании Исиус в Исиусе. И поскольку к ZIP не работает, вот это число не очень редко, понимаете. Раз не было компенсации к ZIP, то это брало там секунды-двея. В каком смысле вы их починили? Нет. Это не работает прямо в секущей массы. Ну, это на самом деле не так сложно починить, там больше вопросов тем, как это починить. Возможно, я вам... Это буквально одна строчка, нужно предать параметры. Они тупо забыли параметры, когда они вместо вот один блок и другой блок, у них теперь там три блока. И когда они делали эту конструкцию, они тупо забыли передать параметры, чтобы сжимать сжатие. Вот не всё там, на самом деле, с компасом проблемы, ещё есть нюансы. Но с компасом решено, это вот совместный патч мой и ещё одного чувака, а с капитальной тоже всё не проблема, там буквально парочку строк нужно было поменять, вот у вас есть бранч. Ну, всё это жёсткие хаки, их нельзя использовать. Ну, как бы, их нельзя, как любите, как куру и кость, это пока жёсткие хаки. Их со временем облагородны. Ну, как-то забыли. Ну, это были главные фишки. Ещё одна полная. Первое. Это наключательное решение проблемы кеширования. То есть кеширование теперь одно, хорошее и работает нормально. Повторю их решение проблемы атаки имени Ховякова. В-третьих, лайфстрим, который вам пока не нужен. В-четвёртых, thread save, который вам пока не нужен. Ну, это сильный пример. Это потом изменит больше. Теперь какие мелкие няшки. Потому что понимаете, что самая клёвая по версии, это не лайфстрим и не кеширование. Господи, о чём вы говорите? Самая клёвая в четвёртой версии, это параметр ноток. Когда вы делаете where-запрос, у вас не было нормального атаки, чтобы делать специально. Теперь он не есть, а самый главный смысл приходит на рейс. Потому что это реально очень клёво. Ну, ещё если-таки няшечки, например, вы помните, выпилили все find, а раньше был просто find, но он, по-моему, ещё остался. Я не убил, потому что я программировал с тем гемом, который добавлял волшебные методы. Find это findById, но кроме этого, он ещё кидает reception, если ничего не найдется. А хотелось бы, чтобы такие же, например, вот если у вас страница выбирает себе ById, а по коду круговому, по имени и так далее. Хотелось бы тоже, чтобы она выбросала exception, и вам не нужно было записать руками. Теперь у нас есть метод findById. Это аналог where-first, но в отличие от обычного where-first, он, в случае, если ничего не найдет, кидает exception. Это что-то такое же, он факт. ДЕСТРОЙС, с высотным знаком, ну, очевидно, кидает exception, если ничего не найдется. И АПДЕЙТ КАУМС, чтобы добавлять на себя, как калайлонок, без глядцев. Ну, с токами. Это не так важно. Ну, в роутах появились какие-то общие штуки, например, комментарии, эти штуки можно было вынести вот в отдельный, хелпер. Ты понимаешь, как это переводится? Ну, как-то так. Ну, озабоченное. Озабоченное, да. Можно передать озабоченное с другим ресурсом и тем самым просто в ход. Загой. Да, окончательное решение проблемы криширования это не просто нормальная API, это еще немножко убыстрее. Они перешли с ММК, чтобы клиент на далее библиотеку. Ну, там уже было раньше сделать как бы ничего такого серьезного. Ну, он реально клевый, он быстрее работает, потому что сериализм побольше. Да, да, да. И часов побольше, которые на деревьях сидят. А, да, он теперь потоку безопасно. Типа, понимаешь, что теперь самая главная модная фишка. Если вы не делаете гены, то он потоку безопасный. Это будет очень модно. Он быстрее, и он использует, потому что он использует новые API работы с ММК, и он имеет несколько штуков, которые позволят легче разворачивать его на всяких хвостниках, типа кино. Ну, и там, мелкие няшки, которые я не понимаю. А, ну, новый порядок HTML, то есть, если раньше вам нужно добавлять время, то теперь у вас есть быстрый хатт, хотя что-то не нужно, потому что контроль, который рисуется, просто прибегал. все равно вот дизайнер ставить и делать свои красоты. Ну, правда, цвет нормальный еще. Хотя, кому нужно выбрать цвет? Я никогда не видел в применениях контрола цвета. Ну, мне еще нравится, например, контроль выбране недели. Ну, ладно, неделя еще как-то два месяца. Я не понимаю, зачем выбрать целый месяц. Я еще в конце концов так уже адресирую. Ну, короче, это никому не нужно. Ну, зато быстренько красивее. Теперь вы можете делать модель, которая не модель, ну, типа, чтобы использовать всяких ресурсов форм-фор и так далее, чтобы она какимигрировала другу как модель, но он, на самом деле, с базой не надо пошли. Теперь у вас инкут. Заметьте, что это победа датамейпер. Датамейпер первый придумал делать все эти модели через инкут это вот няшно. В основном, в инкут это было няшно. Ну, вот инкут это было няшно. Турбосылки это такая штука, которую использовать опасно. Ее, слава богу, выклили, как я понял, из текущей рельсы. Она вначале была в джинфайне по умолчанию. Но только такие 3 года, я, честно говоря, еще разобрал генерировательность именно сейчас турбосылки или нет. Но проблема в том, что там поднялась огромная пуша, потому что вдруг оказалось, что турбосылки они предсказуемый апп. Что такое турбосылки? Так. Кто-нибудь не знает, что турбосылки? Верно мне подсказывать. Не знаете. Так. Собственно, турбосылки, как вы знаете, в HTML5 добавили закручиваем трёх штук, не знаю, можно кубик рисовать. В том числе можно обычную из JavaScript менять, то есть добавлять его в историю. То есть вот раньше было Ajax, и Ajax был неудобный, когда у вас было всё это шатно. Теперь у вас есть нормальный Ajax, но имеется в виду Bajax, когда вы щелкаете по ссылке, а она типа не загружается через обычную шкопную запрос, это происходит через Ajax и меняется страницу. Напродумываю термины Bajax, и так далее. Короче, просто загрузка новой страницы через Ajax. Ну как происходит? То есть у вас JavaScript он переходит по ссылке, он загружает HTML этой новой страницы, заменяет Bode и меняет URL через особую арку, которая позволяет вам иметь доступ к строке браузера. Это очень клёво, потому что вы можете рисовать просто чумовые анимации по изменению страниц. У меня вообще очень советую, есть специальная библиотека Pages.js, она ориентирована именно на такую штуку, и до этого была Bajax.js. Но оказалось, что кроме того, что она может рисовать просто чумовые анимации, например, щелкаете, а у вас страница в Google ближает. Ну а там, например, меню слева щелкаете, с текущего сайта она слева ближает. Больше что-то. Так вот, кроме того, что она представляет рисовать такие няшечки, оказалось, что она дает офигенные просто скорости. Там чуть ли не до двух раз, хотя на самом деле если вы как-то не особо хорошо оптимизируете, это может быть до трех раз, до четырех раз. потому что у вас не перезагружаются ассеты. Ну вы понимаете, то есть меняется только будет. Потому что у вас не запускается куча внешнего рельса и так далее. И не перезагружаются картинки, не опрасываются кэши и так далее. Все это действительно работает очень быстро. И поэтому они придумали крёвую тему. Давайте мы беззаметно от всех вставим файл в трубосухе. Типа вот они так перешли на четвертую рельсу и у них вдруг риск образовала скорость ассета. А давайте. И оказалось, что как данного сожжения эта посылка имеет просто невероятное количество неконтролируемых няшечек. Во-первых, как вы понимаете, ассеты уже готовы, хедер уже готовы. Вы не можете его заменить. То есть у вас девосклит уже загруженный. Во-вторых, не дай бог, если вы не придумали какие-то системы изоляции. То есть, когда у вас будет загружаться новый девосклит, вот тот девосклит, который работал например, с треницей пользователей, а вы загружаете с треницей контакта. Если у вас там используют одинаковые классы, то у вас в другой раз все это перенимует. Потом вдруг оказалось, что в общем, 100 плагинов чиркует и не работает, потому что очень пристает зарабатывать условия, понимаете. А неконтролируемых последствий просто какое-то огромное количество, и я вообще не понимаю, что вы это сделали. Ну, это реально круто. то есть, если вы становитесь новый проект, добавьте турбалинки. Хотя лучше добавьте пейджет, потому что, ну, бумажка это же очень важна. Но, новые турбалинки используют вообще нельзя ни в каком случае. Есть jQuery турбалин, есть примерно такая штука для предтайм, хоть кому нужно предтайм. Эта штука, она делает хаки поверх событий jQuery. Делает так, что вроде jQuery думает, что стремился как раньше. То есть у вас обычный javascript, у вас обычная перезагрузка. Ну, это все тоже работает через хаки, и это не гарантированный рабочий вариант. Но, тем не менее, jQuery турбалинки снижает количество непредсказуемых багов существ. А это, конечно, не выкинуло. Хочется, чтобы это не имеет никакого отношения с 34-й, а не просто по отношению на байверов джемпайл. Если вы используете в вашей части 3-й, то вы можете его просто подключить в джемпайл, у вас двоевцы по-шпорной его. Держаться, как вы видите, да? А! Это все! Да! Я думаю, да, я слезу аплосы. Ваши аплосы! АПЛОДИСМЕНТЫ